Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Александра, это канал о вязании. И уже третий раз слишком радостно с вами здороваюсь, но уже не буду перезаписывать. Давно мы с вами не виделись. Неделю я прогуляла, прошлую неделю я записывала видео уже недели за три до, и просто его публиковала, то есть я очень давно не записывала видео на самом деле. И сейчас, вообще-то, сегодня я монтажер, то есть у меня вот здесь вот ноутбук стоит с моей новой программой монтажа, которые я буду дальше рассказывать, но, то есть по идее я должна монтировать видео. У меня по плану в понедельник выпустить видео по перчаткам, мы посмотрим, как все пойдет. Но я решила, тем не менее, с вами немножко поболтать о насущных процессах и об одной готовой работе, которая, по правде говоря, не должна быть готовой работой, о судьбе которой мне надо с вами поговорить. У меня сейчас мои процессы вязально живут в этих чудесных коробочках, они мне нравятся. Единственное, они были бы не такими шумными, то есть там все прям брякает в них, если что-то металлическое лежит. Мне нравится, что у меня здесь прям все, что мне нужно, то есть даже чехол можно не брать. У меня здесь все самое необходимое, бросовая нить, крем для рук, несколько ручек, сантиметр. Все здесь есть, прям все-все-все, что мне нужно. Здесь у меня мои процессы теперь лежат. Первый процесс, который я вяжу сейчас. Я перебирала пряжу недавно и поняла, что у меня очень много пряжи осталось по одному мотку. Я думаю, куда же тебя одевать-то? И решила, что почему бы не повязать что-то детское, потому что как раз-таки на детское одного мотка прям более чем достаточно. И вот пряжа у меня была такая красная, я ее сама красила, но она была уже красная, но она была бешено-красного оттенка. В итоге я ее сделала оттенкой темнее и плюс здесь появились такие крапинки. Ну, крапинки, не крапинки, пятнышки. Полотник, кстати, это сильнее заметно. У меня еще оно не постиранное, понятное дело, поэтому даже эти укороченные ряды видно. И вот я решила из красной связать красную шапочку, чепочек такой а-ля. И у меня тут, о, кстати, мне надо уже закрывать. Вязала такую а-ля шапку, вот как раз айкордом провязала второй шнурок. Сейчас я все это закрою. И вот здесь, понимаете, ну прекрасная же коробка, в ней даже игла есть. То есть можно все прям сразу тут же закрыть. Это прекрасно, на мой взгляд. И все, на ваших просто глазах произошла магия. И я довязала его до конца. Здесь надо еще нитку одну спрятать. То есть вязала такой вот чепчик. Ну, это же модно, такие шапки-чепчики. Я, почему я вообще решила это связать, я решила попробовать еще раз ее связать. Я ее уже когда-то вязала, когда у меня ребенок был то ли новорожденный у меня был, то ли был совсем маленький. Я решила, ну почему бы не связать, а-ля, модно же. А тут я в инстаграме увидела у Илоны, она там вязала такой чепчик с узором, с цветочками тут какими-то. Я подумала, что ну а почему бы не попробовать связать еще раз с некими вариациями на тему. Вот связала такую вот ерунду. Это, конечно, размер на новорожденного, то есть у меня дети уже старше, но я решила, что у меня пряжа все равно есть, и надо ее связать и пригодиться. Традиция новорожденный ребенок у кого-нибудь, а я такая хоп, и у меня уже чепчик есть. Прекрасно же, на мой взгляд. Это пряжа, по-моему, BBB Zara или BBB Premier, кто-то из них, 100% Меренос. Я не люблю эту пряжу, потому что на ней убавки-прибавки всегда очень сильно видно. Здесь у меня и укороченные ряды, хоть я их и вязала максимально незаметно, но, по-моему, их все равно видно. И вообще не понимаю, что на камере видите, вы что-то нет. Очень яркий цвет, на самом деле, конечно, он не такой в жизни яркий. Поэтому просто провязала, и на самом деле насчет анатомичности абсолютно я не уверена. Хотя, по идее, я добавляла несколько рядов укороченных. То есть, несколько раз добавляла укороченные ряды, вот так правильно сформулировать. По идее, должно быть неплохо. Но единственное, у меня тут прям для головы совсем-совсем, для лица совсем небольшой участок. Но понятно, что это еще после стирки растянется, это шамеренос. Вот, то есть, как-то так. Ну, не думаю, что это прям идеально на ребенке сидеть, но на новорожденном, наверное, возможно, неплохо. В общем, нужно поймать новорожденного ребенка, и тогда уже можно посмотреть, как это все на голове сидит. Никаких описаний у меня здесь не было. Я набрала 54 петли, прикинула, что мне, наверное, этого достаточно. Решила набрать меньше, чем я хотела, потому что я уже связала одну большую шапку. Решила, что здесь мне нужно связать маленькую шапку. 54 петли, потом сделала пару прибавок. Один раз, второй раз. Вывязала укороченные ряды на мыске, вывязала укороченные ряды здесь, и вывязала укороченные ряды еще здесь вот уже совсем у закрытия. И здесь идет закрытие трикотажным швом. И потом я начала вязать одну завязку, вот этой стороны я начала вязать. Потом здесь я ее присоединяла, провязывала вместе, то есть провязывала айкорд, и параллельно присоединяла еще эту штуку. То есть так это выглядит с лицевой стороны, и так это выглядит с изнаночной стороны. Не идеально, конечно, но в любом случае лучше, чем пришивать. Не идеально, потому что здесь немножко видно. Видите, как петли поднимались? Вот этот участок. Но это, конечно, если докапываться уже совсем. Не знаю, как это делается в оригинальной версии. Я ни у кого описание не покупала. Я когда-то помню, когда еще младшему сыну хотела связать такую штуку. Я скачивала на Раверли описание бесплатное на английском языке. Посмотрела, а там такое описание. Ну там, видимо, человек пробовал только себя в составлении описаний. Или просто европейцы любят такие описания писать. Там просто если наберите столько-то петель, провяжите ряд, провяжите второй, провяжите третий, пятый, десятый. И, собственно, все. Просто она у меня сейчас в процессах была, поэтому показала вам ее как процесс. Но, видите, при вас прямо закрыла. То есть, осталось спрятать хвостики и постирать. И, собственно, это все равно я не убила целый моток. То есть, здесь, видимо, еще что? На одну пинетку здесь хватит, я так думаю, потому что на две это вряд ли хватит. То есть, вот еще немного осталось пряжи. Вообще, я это вязала в рамках того, чтобы училизировать все остатки. Чтобы у меня пряжа не оставалась по одному мотку, по полмотка. Ну, вот, не уложилось. Надо, видимо, размер был или меньше, или больше вязать. Пришли к тому, что у меня нет ни одного процесса на данный момент. То есть, у меня реально нет ничего, чтобы повязать. Но у меня... Сейчас я подниму пряжу. Та-дам! Появилась пряжа у меня. Я из этой пряжи, из некридитовской коробки, уже вязала носки. И это 70% мериносовая шерсть и 30% тенцел. Я из нее связала носки, и у меня еще осталось вот здесь, чуть меньше половины мотка, и еще целый моток. Но они не по 100 граммов идут, по-моему. Поэтому я буду взять шапку. Я уже из одной тоже неткридитовской пряжи. Помните, которая так бешено-ярко-оранжевая была? У меня в Инстаграме есть фотография с ней. Она настолько бешено-оранжевая, что я просто не понимала, что из нее связать. То есть, точно не какой-то платок, еще что-то такое. Я связала шапку резинкой. Ну, это же гениально, по-моему. 2х2, причем такая классная она получилась. Она мне даже самой нравится. Но... Она мне даже самой нравится. Мне самой она очень нравится. Но цвет... Вот прям вообще просто цвет. Кровь из глаз идет в этот момент, когда ты смотришь на этот цвет. Но шапка классная. То есть, в принципе, даже и по цвету она мне подходит. Но я буду вставлять ее на ярмарку мастеров, либо на эти. Потому что я сейчас такая деловая. Я два магазина себе завела. И прям вся такая дейтельная-дейтельная. Тружусь окипчела над магазинами. Поэтому буду вязать из этой пряжи, поскольку она тоже бешеной расцветки. В носках это все смотрится неплохо. Я хотела из нее вязать варежки. Но тоже не вижу такие варежки. А может быть и варежки связать. Но я хочу вязать в три нити. Как я и шапку-то вязала резинкой. Я хочу вязать в три нити. Поэтому, скорее всего, это все-таки будет шапка. Я не решусь перематывать в три нити. И вязать две варежки. Поэтому, скорее всего, я свяжу одну шапку. Здесь у меня еще образец из бобинной пряжи. Который я тоже когда-то в покупках показывала. Я связала образец. И он мне не нравится. Он слишком рыхлый. И это я вязала на 2,75 и на тройке. Такой очень приятный цвет. Очень приятный по текстуре. Но прямо очень рыхлая. И я вот сейчас думаю. Я вязала в четыре нити. Видите? Смотрите, какой он прям пластичный. Просвечивающий и легкий. В четыре нити. То есть, либо брать еще больше нити. Либо брать спицы еще меньше. А здесь, не минуточку. Тройка и 2,75. Поэтому, не знаю. Я хотела джемперы вязать. Но прям очень много нитей. Я хотела на машинке это делать. Но поскольку у меня машинка четвертого класса. То для нее тоже, я не знаю. Мне кажется, надо нити в 6 тогда вязать. А в 6 нитей перематывать это все. Поэтому пока у меня образец. Вот это тоже. Он у меня лежит. Молчаливым укором смотрит на меня. И говорит, Саша, реши что-то. Реши что-то со мной. Давай, ты должна. Ты справишься. И какое-то у меня очень сумбурное видео получается. Нет? Вы не находите? Наверное, находите. И я связала балаклаву. Вот сейчас будет смешно. Это балаклава. На ребенка, которому 4 года. Я показывала в процессе, как я ее вязала. Там ничего не изменилось. То есть, я просто вверх провязала жаккард. И я в итоге вязала поворотными рядами. Я не смогла вязать просто по кругу. Я поняла, что у меня мозг взорвется тогда. И кромочные петли выглядели неаккуратными. И сейчас вот так вот это выглядит. Я вам сейчас покажу смешное. Та-дам! Напоминаю, что балаклава на ребенка, которому 4 года. Она мне отлично. Она даже мужу будет. Она мужу будет еще лучше. Но в чем тут фишка? Я хотела вот здесь вот делать резинку. Еще достаточно широкую. То есть, в принципе, нормально. И я еще планировала, что это все сядет очень хорошо. То есть, у меня твит всегда садится. Здесь почему-то, не знаю почему, я не развешивала даже этот твит. Он вообще пока не сел. То есть, в моих планах еще, конечно, постирать это в машинке. Но я вот думаю. И хочу спросить у вас совета. Поскольку я здесь все-таки буду делать обвязку резинкой. Я планирую ее делать. То есть, я здесь даже закрывала трикотажным швом другой пряжей. Я нарк джинс пряжей. Видите, тут такой темный цвет. Для того, чтобы мне было видно, где петли поднимать, чтобы я понимала. И я закрывала нитвином. Поскольку у меня твит, он очень легко рвется. И я твитом не закрываю. Ни трикотажные швы, ни какие-то соединения я сшиваю другой нитью. Собственно, что делать-то? Вначале постирать, чтобы оно все село. И связать резинку. Или вначале связать резинку. И потом уже все вместе постирать и сваливать. Сваливать я планирую в машинке. Поскольку берет я сваливала в машинке. Это я хочу тоже свалять в машинке. Но берет у меня увалялся до состояния берета. Я его показывала. И там прям такое дубовое полотно. А здесь я не хочу, чтобы оно было дубовое. Но объективно в высоту он очень большой. То есть, если в ширину получается. То есть, вот так вот по обхвату головы он нормально сидит. То есть, тут длинный участок только вот здесь. Вот это вот место, оно большое. И я даже на младшего сына мерила. Тут тоже, в принципе, если резинку вставить и все подстянуть, тогда будет нормально. Но это, конечно, в данный момент просто гигантское, невероятно. Поэтому, короче, погорячилась из-за балаклавы. Готова она, да, у меня. Но не готова при этом. Она получилась очень теплая, что логично. Потому что здесь жаккард. А с другой стороны, здесь еще подкладка из того же Софт Донигала. Но я ее вязала еще плотнее. То есть, прям очень теплая шапка, конечно. Ну, боже мой. Вот теперь терзаюсь сомнениями, что же делать. Потому что она реально гигантская. По тому, как я ее вязала и рассказывала в процессах. Единственное, что я в процессах еще не рассказала, что здесь, ну, это видно. Видите, здесь как бы идут убавки, а здесь прибавки. То есть, чтобы более по форме головы было. И вот это у меня планировалось прям здесь вот совсем под шеей. А здесь уже как бы на резинку выходило. То есть, вот этот участок. Но, говорю, я погорячилась. Я прям очень большую сделала. И я очень волновалась за то, что я же, поскольку здесь жаккард вязала просто как моя левая нога хотела. Я боялась, что получится какая-то бредятина. Но в итоге нет, мне нравится. Прям вот этот участок. И при этом вот этот участок с таким крупным узором жаккарда, он прикольно смотрится, гармонично смотрится с вот этим вот участком жаккардом. Тоже таким достаточно крупным. Так что такой у меня еще есть процесс, с которым тоже надо думать, что делать. Подсказывайте мне, что делать. Постирать, попытаться увалять. Или вначале все-таки довязать, а потом уже все это вместе уваливать. Но я хочу, чтобы резинка здесь вот на лице, она была эластичнее. Тогда ее, наверное, стоит вязать из другой пряжи. И ее стоит вязать уже после того, как я все уваляю шапку. Правильно? Ну, я думаю, что так. Как-то так, скорее всего. Вот она моя прекрасная новая программа для монтажа. Movavi называется. Как я ее люблю. Это она спонсор того, что я решила записывать это видео и этот влог. Потому что мне очень хочется что-то еще такое интересное помонтировать. Я записала несколько вариантов заставки. Я записала несколько вариантов конечной заставки видео. То есть несколько вариантов заставок. Сейчас я могу добавлять музыку и видео. Это значит, что скоро я буду записывать фильмы опять новые. Как тот, который был посвящен днюю вязанию на публике. Вы меня видите чуть-чуть. Та-да! Это то, чем я сейчас должна заниматься. То есть я просмотрела одну часть видео. Видите, она у меня получилась на 35 минут. На 35 минут у меня только одна из частей видео. Это только вывязывание пальцев. То есть, понимаете, там будет очень много материалов. Я понимала, когда только бралась записывать видео по перчаткам. Я понимала, что оно будет большое. Но у меня реально очень много частей. И я понимаю, что какие-то моменты можно урезать. Но при этом я хочу, чтобы там прям было все, что я могу рассказать по теме перчаток. Все, с чем я сталкивалась. То есть, какие у меня где-то были сложности в момент, когда я вот только училась вязать перчатки. Это все я хочу осветить. И поэтому одна часть 34 минуты. Только вывязывание пальцев 34 минуты. Нет, я сейчас, конечно, урежу еще минут 5, может быть. Но это, конечно, серьезно. Я, по сути, только ради этого мастер-класса купила новую программу для монтажа. Потому что у меня телефон с такими объемами не справлялся. Совершенно. Потому что у меня я записывала только мастер-класс, мне кажется, неделю. И монтирую я его уже прилично так по времени. Еще соседи долбят. И поэтому звуковую дорожку в некоторых местах мне нужно перезаписать. Судя по всему, еще будет раз. О, и я не жалуюсь. Мне нравится этим заниматься. То есть, серьезно, я сейчас даже ловлю себя на мысли, что я некоторые видео на ютубе смотрю. И думаю, ааа, ну отдал бы мне тогда отмонтировать. Я бы тебя смонтировала красиво. И я не говорю, что я лучше всех монтирую. Нет. Есть блогеры. Особенно миллионники, кто монтирует лучше меня. Но мне очень нравится этим заниматься. Я знаю, что кого-то бесит мой монтаж. Но, ребят, серьезно, я не брошу монтировать видео. Я не стану выкладывать его вот таким, каким я его записала. Потому что... И даже тут дело не в том, что я говорю очень много ЭБМ и прочее. На самом деле, не так много я этого говорю. У меня просто есть какие-то слова отдельные. Например, то есть, поэтому... Которые я вставляю постоянно. И они меня саму бесят. Но когда я про какое-то слово себя стараюсь сдерживать и не говорить его, тогда у меня появляются два новых слова на замену, которые я тоже говорю. И не сказать, что вроде такой бедный словарный запас. Потому что я читаю книги. Но объективно просто в декрете я меньше общаюсь с людьми. Поэтому немного дичаю. И поэтому... Поэтому... И, конечно, да. Говорю не все то, что нужно. Нет, я очень люблю монтировать. Я очень довольна этой программой для монтажа. Но, да, я уже поняла. Я об этом тоже Саша предупреждала. Потому что длинные видео... Он начинает косячить. То есть, программа начинает косячить. И еще забавный факт, кстати, про эту программу. Но это будет интересно только блогерам. То, что ты покупаешь программу. Я ее купила где-то, получается, наверное, в конце сентября. Думаю. Ну, или в начале октября. И буквально пару дней назад у них вышло обновление. И они такие, типа, давайте купите у нас обновление за 1390 вместо 1990. А ничего, что я только что так-то программы купила. Почему бы обновление просто не прислать, да, бесплатно? Ну, в рамках того, что я уже купила вашу программу. Нет. Обновление ты покупаешь. Опять же, со скидкой 30%. Это такой достаточно забавный факт. Ты покупаешь программу, и тебе автоматически досылаются обновления. Вот как я к этому привыкла, да. А здесь получается по-другому. Но обновление я не буду покупать, потому что я уже купила программу. Она меня устраивает. И да, все, не надо монтировать. А то я сейчас с вами тут уже болтаю и болтаю. Не надо монтировать. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok